Когда она чуть не задушила меня, ей сказали, либо мы тебя пишем на работу, а работа это святое, либо ты от неё отказываешься. И она пишет, что я отказываюсь от ребёнка в связи с тем, что он трудный. Я Лариса Гузеева, это Давай Поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Дмитрий, Владимир и Станислав. А невеста у нас Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Анна, 36 лет. Честно призналась своему возлюбленному, что беременна другого мужчины и добровольно стала матерью-одиночкой. Анна по образованию педагог. Утром работает курьером, днём няней, а вечером уборщицей. Любит ходить в театр и коллекционирует старинные монеты. Гордится тем, что в одиночку подняла дочь. Мечтает хотя бы на один день стать шопоголиком и обрести голливудскую улыбку. Признаётся, что у неё было очень трудное детство. Анна не обратит внимания на мужчину с гонором, который будет принимать её за своего парня. Выйдет замуж за лёгкого на подъём активного мужчину, который даст ей понять, что такое настоящая семья. Здравствуйте. Я так понимаю, вы пришли с дочкой. Да. Это мой ангелочек. Кто же тебе такую шляпку подарил? Мама. У мамы в детстве таких шляпок не было. У мамы было труднейшее детство. Просто читала историю волосы дыбом. Для меня ещё ребёнок будет не проблема. Это был самый главный человек в жизни. Я хочу свою любовь кому-то отдавать тоже. Анечка, ну прежде чем говорить о любви, давайте всё-таки. С того возраста как себя помните? Помню себя с трёх лет. Когда родили в роддоме, женщина оставила у меня бумажку, претензий иметь не буду, и ушла. Вас взяла на воспитание и удочерила женщина? В три года появилась женщина, которой нужна была квартира, и она нашла себе мужчину. Ей сказали, тебе не хватает, надо... А чем она работала, чем занималась? Она была инспектором ПДН. Это что такое? Это инспектор по делам несовершеннолетних. То есть она выразумляла детей с улиц. Причём я не понимала, почему ко мне отношение дома битьё не кормление, а к чужим детям она... Плюс к этому она ещё и была запойная. Очень трудно у неё было детство. Да, видишь, женщина приютила для своей выгоды. Как бы взяла, хотела получить жильё за счёт неё. К вам было отношение чудовищное? Я потом только, когда узнала, что она мне не родная, почему она не... Как вот ёкает у мамы сердце, когда ребёнок падает. Почему она могла... Я жила на лестнице, выходя бросить мне портфель, сказать, иди учись. То есть она... У неё было любимое занятие, это кошки и собаки. То есть она их могла покормить. Скажите, а соседи? Как учителя к вам относились? Соседи очень боялись, она всех в подъезде запугала. Она была такая властная женщина. А где всё это происходило, в каком городе? Это всё в Москве. Это всё в Москве. И украдкой соседи меня кормили и говорили, только не говори ей, потому что она устраивает скандал. Никогда они на откровенный разговор её не выводили? Вы, да, не задавали вопросам мамы, что почему... Единственное, что от неё я помню, это гадина пригрела змею. Я даже не помню, вот я пытаюсь вспомнить, каким бы ласковым там словом я не могу вспомнить. Ну, я считаю, что женщина, которая в молодые годы, в юношестве, в детстве пережила такие сложные взаимоотношения с матерью, то она... Не будет сама так вступать. Я же до трёх лет, до пятого класса я жила, она в пятом классе отказалась от меня. Она меня удочерила в три года. Потом мужчина умер, ей квартиру не дали. И я стала жить до пятого класса, пока вот эти запойные избивания меня сковородками, там раковины, там всё такое, соседи... Дождите, остались где? В детском доме? Нет, я жила же у неё до 11 лет, вот с трёх до одиннадцати. Да, а в 11 лет вас снова... Она, соседи ей сказали, вы ломали уже дверь, когда она чуть не задушила меня, и сказали, либо мы тебя пишем на работу, а работа это святое, либо ты от неё отказываешься. И она пишет, что я отказываюсь от ребёнка в связи с тем, что он трудный. И в 11 лет она меня отдаёт. Она могла гораздо сложнее жизнь ещё прожить, это она ещё молодец, что она весь как-то не скатилась никуда, что у неё свой ребёнок, всё в порядке. И вы заканчиваете школу в детском доме? Да, в прекрасном детском доме, в котором я увидела всё. Но поскольку по документам вы... вас даже в Америку хотели удочерять, да? Вы были в Америке, но вам там не понравилось? Я патриот, я всё-таки... Ну, вы навряд ли в детском возрасте понимали, что это про патриотизм? Нет, это не детский, это был 9-10 класс. Ну, в 9-10 классе, если бы там было сладко, наверное, навряд ли было. Там сладко, мы жили в самых богатых районах. Ну, тогда, ну, Анечка, тогда... Просто у меня нету, у меня нету в моей жизни слова «деньги». Очередная семья берёт, они берут с каким-то... нету семей, которые берут. Они меня взяли и говорят, слушай, у нас была девочка Аня, дочка. Она умерла, но ты на неё очень похожа. Мы тебя вот взяли, вот, и первым делом, что они делают, это открывать шкафы, вот это твоё, вот эту шапку будешь ты носить, смотри, там машина, это всё твоё. Я пошла мыть руки, и пришла старшая дочка. И говорит, вы что опять сюда бомжей водите? Я вам сказала, не надо, вам что, меня не хватает? Я помыла руки, оделась и ушла. Жалко, конечно, её, то, что её так... не дай бог никому такого... А внутренняя потребность вообще есть узнать, каких вы кровей? Я всем всегда говорю, вот в 20 лет, в 30, я всегда говорю, я хочу иметь маму. Не могут люди жить без родных, без родных. Смотрите, если от вас отказалась мать, отец, бабушки, дедушки, тёти, дяди, значит, это плохие люди. Люди, у которых вот есть родственники, которые живут в своей семье, ругаются, не ценят. А тут, видишь, вот надо. Нету, а надо. Во сколько лет вы запутались в своих любовных уже отношениях? Любили одного, забеременели от другого? Сколько вам было? Ой, я уже была большой девочкой, мне кажется, сколько, 25-26. Вот вы на юге знакомитесь? Я знакомлюсь с молодым человеком, два года мы с ним живём, и у него был период, так как он был ФСБшник, его отправляют в Чечню, он и ехал. И находится, наверное, всегда такой друг, который подходит и говорит, что грустишь? Сейчас познакомлю, сейчас всё будет. И меня знакомят с молодым человеком, мы с ним два раза встречаемся. Один раз мы с ним хорошо встречаемся. И вот эта дочка просто встречается. После хорошо встречи, я звоню молодому человеку, с которым два года жили, и говорю, вот, будет у нас ребёнок. Причём мы ждали его, ребёнка. Всё, я всё бросаю, да, всё бросаю, лечу. Но я говорю, я не буду обманывать людей. Я говорю, ну вот, не от тебя. Всё, он положил трубку и... Если девочка воспитывается вне любви, когда она становится матерью, способна ли она дарить эту любовь? Я думаю, нет, она будет отыгрываться. Это будет неосознанно. Скажите, вы точно знаете дату своего рождения? Я не знаю ни год, ни себя, фамилию. Вы предполагаете, что вам ваша приёмная мать приписала годик, чтобы пораше в школу? Мне так соседи сказали, потому что, когда она меня удочерила, я жила сутками в детском саду. Домой меня не забирали, мне меняли одежду. В школу я сама ходила. То есть, как бы, ну вот... И вам написали дату рождения 9 мая, да? И соседи сказали, что она всё изменила. 9 мая, да? Да, всё изменили для того, чтобы меня не искали. Там же, наверное, тайное усыновление. Её там мама назвала Маринка. А другая взяла и говорит, нет, будешь липка. Ну да, она в фамилии знает вот этой пьяницы-матери, которая... Наверное. А свою родную, естественно, не знает. Вот у меня вопрос, Анна, а почему вы работаете курьером, забираете ещё чужого ребёнка днём из школы и вечером ещё полы моете? Вам не хватает денег? А как справиться с одной дочкой на руках? А я... А как выжить? Нет, секундочку. Может, у неё хобби такой, откуда я знаю. Почему? Мне хотелось узнать. Полы мыть? А, потому что если прибавить 6 плюс 6 плюс 6, то это будет очень мало для Москвы. У вас есть своя квартира, правильно? Да, за которую я плачу. В смысле платится? Ну, вот эти деньги уходит половина на квартиру. Коммунальные услуги вы имеете в виду? Да, квартиру. Конечно, не от хорошей жизни человек моет полы, работает полы. Я могу сказать, что... Я даже наряд вот мне подруга дала, потому что платится сейчас купить, например, ну, для того, чтобы хотя бы рядом с вами сидеть. Можно я добавлю? Да. Просто Аня очень хорошая мама. Вот. Почему она пока не в профессии? Потому что она действительно забирает, отводит Ульяну. А как иначе-то? Я поняла, что вы себе профессионально выстроили режим, который позволяет видеть дочь. Конечно. Я успеваю водить её на гитару, в бассейн, на актёрское. Они постоянно в кино, в театр. Да, потому что если вы будете в системе, ну, так сказать, с 8 до 5, то вас никто не будет держать. Очень печально. Знаете, о том, что вот существуют такие сложные судьбы. Да, и то, что с детства приходится с таким сталкиваться, это тяжело. Она молодёшь. Скажите, пожалуйста, а вы мужчине для чего? Вы работаете с утра до ночи. У вас ребёнок, который заполняет всё оставшееся время. Бассейны, танцы, актёрское мастерство и так далее. Вот он с вами неделю побудет, да, в ночную смену с вами, после 11. Это жизнь без мужчины. То есть вы должны взять заботу в первую очередь, взять заботу на вас, и немножко вас разгрузить. Всё, я поняла. Ты сможешь ей дать материальную стабильность? Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. С какой? С материальной. С материальной какой? Я постараюсь. Мужчина вам, на самом деле, знаете, какой нужен? Я вот думала и проходила собственный опыт. Вам нужен очень добрый. Такой добрый, покладистый. Чтобы вам дал возможность, во-первых, развиваться в профессии, тем более у вас много. Выберите одну. Даже переживать не надо. Она весь быт устроит, она всё организует, она сама не будет сидеть ждать, когда придут, ей принесут. Да, мне только зарабатывать надо будет. Да, я внутренне абсолютно уверена, что я не имею права вам ничего советовать, вас что-то говорить, потому что мне эта жизнь неведома, вы под ранок. А я, наоборот, родилась в дикой совершенно в любви. Меня даже раздражает материнская любовь. Я уже говорю, мама, хватит. Я не знаю вам под ранку, что вам делать. Я не знаю. Я делюсь этой любовью, я ко всем с любовью, чтобы у меня её в переизбытке, понимаете? У меня есть ласковые слова и для мужчин, и для женщин. Во мне её много, в вас её нет совсем. И Василиса, не знаю, что сейчас будет говорить, потому что нет. Ну вот я вижу карты. Я хочу, чтобы вы вытянули две карты, одну из одной стопочки. Она покажет нам, какого мужчину вы ждёте, кто вам нужен действительно по-настоящему, для чего, с какой функцией. А вот эта маленькая стопочка покажет нам, что вы способны дать. Так. Малышка, проходи. А я кто? Давай я тебе ещё немножечко от себя. Я вас хотела обнять, можно? Давай, моя курочка. И такая худышечка. Так. Всё, прямо вот на тебе, заражаю тебя любовью. Заражаю. Всё, я тебе заразная, пойду к вам потом. Нет, себе, сохрани себе. А я тоже люблю раздавать. Красивая женщина, фигура хорошая. Волосы хорошие, у неё густые. Так, какой же он, какой же он. Ага. Мужчина. Паш Мечей. Ну, в общем и целом, вы не хотите человека, который сделает вашу жизнь слишком стабильной. Вы себе, я думаю, не очень представляете, что такое стабильность. Вы хотите человека, который будет способен гармонично вписаться в вашу жизнь. Будет достаточно умным, потому что тупого вы рядом не сможете выдержать. И который сможет быть таким мостиком между прошлой жизнью и будущей. Он должен уметь усидеть на двух стульях. Потому что вы сами понимаете, что приспосабливаться к его образу жизни вы вряд ли будете способны. Но и вы здесь королева жезлов. Вы способны дать мужчине, и хотите дать мужчине, активность, напор, энергию. И это, кстати, подтверждает мои догадки всё-таки о том, что вы огненные стихии. И вам хочется на коня вперёд и действовать. Вот. Знакомьтесь. Дмитрий, 43 года. Старший специалист по работе с клиентами в правовой компании. Любит смотреть политические ток-шоу и обожает готовить. Гордится своей грамотностью. Мечтает об однокомнатной квартире в Париже. С первой избранницей жил, как на вулкане. А когда нашёл ей замену, понял, что погряз в трясине. Надеется, что с Анной он познает неземную любовь. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Что за альбом? А что за цветы? Цветы, да, если позволите. Прошу вас. Спасибо большое. Прошу вас. Может, он какой-то слащий. Я думаю, слишком искусственный, как нарисованный. Расскажите о своей первой любви, как всё начиналось, что действительно вот такой вулкан страстей был. Сколько лет было, как познакомились, где? У меня было где-то года 22. Это был 94-й год. Е-16? Да, Е-16. Нет, я не искал именно вот. Я дал объявление. Тогда не было ни интернета, сами понимаете. В одной из известных газет московских была такая рубрика «Знакомство», где можно было опубликовать своё объявление. 22-летнему парню, здоровому, высокому, молодому. Зачем по объявлению, когда они в электричках, в самолётах, в вертолётах, в машине на этих газетах? Я не представляю. Может быть, дефицит коммуникабельности был? Может быть, да. Ей нужен вот мужик от земли, от сахи, что называется, с головой и с руками. А это немножечко такое с претензией быть дэндиом. Вот вы с ней встречаетесь, и сразу у вас сердце на разрыв. Влюбились? Да. Через сколько стали вместе жить? Ну, не раньше, чем месяца через четыре. А не смущало-то, что она несовершеннолетняя? В какой-то степени смущало. Само направление наших отношений было именно серьёзное отношение. Потом выяснилось, что она и к наркотикам неравнодушна, и к алкоголю, и загуливала, и не приходила по несколько дней домой. Не совсем так, Лариса. Ну, не наркотики, нет. Это были какие-то... Я в этом плохо разбираюсь. Вот в ночных клубах какие-то принимают препараты. Ну, и наркотики так называют. Конечно, они есть лёгкие, тяжёлые. Да, лёгкие. Но имя одно – наркотики. Глаза сидит закатывает, что-то, наверное, он... Мутит. Темнит. Темнит. Расстались потому, что страсть сильная. Да ладно, слушай, хватит за... Пусть расскажет его версию. А он сейчас про чувства рассказывает. Так у него он охранником работал, банк развалился в 98-м году, правильно ли? Верно. Всё, без работы, и нужно вы ей были 100 лет в обед. 17-летней девочке – это было важно? Почему ваша версия? А почему расстались? Потому что вот это качество страсти, оно перешло... Ну, как, знаете, вот когда кипит кастрюля, да, и крышка поднимается. Вот тебе рассказываю. И она в итоге иногда крышка это срывает, и всё выливается. Страсть у меня была в школе, первая любовь. Вот это страсть. В учительнице физкультуре. А сейчас только в возрасте же какая там страсть. Дмитрий, вот на сегодняшний день Анне не до страстей. Это для неё, ну, понимаете, да, пока из фантазии. Ей до подушки бы и отоспаться один раз просто в выходной. И тот мужчина, который ей даст возможность выдохнуть, отдохнуть, возьмёт на себя часть забот. Вы знаете, давайте так. Страсть, но несколько, ну, может быть, всё-таки это не то слово. Романтика в отношениях должна быть. Я опять возвращаюсь. Какая Аня сейчас романтика, ей нужно утром встать. А что, Аня не женщина? Аня не человек, она не нуждается в романтике? Она нуждается, если вы возьмёте на себя часть забот, большую часть забот. Если вы способны, согласны. Она поспит. Согласны? А почему нет, конечно. Виш, наверное, женат не был из-за того, что думают, кому же такое золото застанется, как я. В результате он никому не нужен, наверное, виходит, так? Ну, наверное, так, да, я думаю, что да. Есть ли есть что-то связанное с родственниками, с дедушками, бабушками, с этим великим праздником? Может быть, есть традиция какая-то? Поделитесь, пожалуйста. С удовольствием поделюсь. Я даже вот захватил тут фотографии. У меня есть дед, у меня есть... были. И дед, и прадед. Вот. Дед практически не воевал. В 1944 году призвали, немцев он толком не видел. Хотя медали у меня есть. А там была... первая фотография был прадед. Вот он воевал. Он начал... Его призвали 24 июня 1941 года. И закончил он войну в Берлине. Воевал он с ряжающим на Катюше. И участвовал в битве на Курской дуге. И в Веслоодорской операции. И в штурме Берлина участвовал. Он имел ранения, контузию. В окружении был 12 дней. Голодали они там. Потом сами немцев пленных тоже. А долго прожили вот после... Ну, уже в мирное время. Дед у меня умер 23 года назад. А прадед умер раньше. Прадед умер 35 лет назад. Война все-таки забирала годы. Конечно. Поэтому каких-то таких веселых историй... Они не любили вообще. Есть такие люди, которые пережили такой стресс. Ну, я... Мой тоже за это... Мама рассказывает. Дедушка пришел когда с войны. И у него была такая котомка. И в платочке завязаны ордена и медали. Долго он возвращался. Он позднее, естественно, чем 9 мая. И бабушка говорит, что ж ты, Андрюша? Вон соседи. И какие-то гостинцы привезли. И какие-то платки. И какие-то подарки. А ты что детям? И он, говорит, отдал платочек, где завернуты все ордена и медали сказал. А вот пусть играет. Сюрприз покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Мы с этим не обладаем. У нас на другой руки заточены. Больше отремонтировать. Отремонтироваться. А построить сможете? Построить тоже сможем. А красоту наделать в доме? Это обязательно. А музыку мы на кнопочку нажмем? Да, и на микрофоне послушаем. На парабонах наступить, правда? Спасибо большое. Ребят, забирайте альбом своего друга и проходите в комнату. Катьяна, вы были очень внимательны, это приятно. Не все равно вам, за кого подругу вы даете. Какое впечатление о Дмитрии? Пересохло все во рту. Нервы? Ну, как вам невеста пила? Понравилось? Да, понравилось. Хорошая девушка. Ну, вы знаете, поначалу мне показалось, что какой-то немножко такой, ну, легкий по жизни идет, мне кажется, ну, несерьезный показался. А потом, когда особенно он стал показывать фотографии близких, я посмотрела, что в нем что-то вот такое вот есть. Ну, это естественно, близкие люди. Ну, да, близкие люди. Ну, как вы считаете, может он увлечься Анной? Я хотела узнать, у них есть родители? Мама, папа. Я тоже хотела задать вопрос. А вы для чего? Да, есть. Мне нужно, чтобы хотя бы со стороны мужчины были родители тоже. Не знаю, моя интуиция и мой опыт показывает, что если мужчина москвич, ничего себе, с квартирой, не будет он ломаться на трех работах, потому что ему не нужно было завоевывать, крячать здесь, понимаете, согнувшись пополам для того, чтобы кому-то здесь. Интересно, а подружка замужем? Ну, я, собственно говоря, не подружкой интересовался-то. А так бы могли рассмотреть не только претендентку. Ой, Милана, вы меня прямо на какой-то авантюр толкаете. Я думаю, что у него еще есть дурные привычки. Мне кажется, он и выпивает, на лице написано. По глазам. На лице написано. Мужчина, который к 43-м годам не женат, может быть, не женат по трем причинам. Либо у него большие проблемы, какие-то внутренние, которые он скрывает. Либо большие запросы. Либо отсутствие достоинств, либо большие запросы и нежелание жениться. Да. Ни один из этих вариантов, это не ваш случай. Может, он уже к 43-м уже все хочет? Девочка моя, дуем на воду просто. Я лично не хочу брать на себя ответственность. И не хочу вам новых испытаний. У вас еще и дочка. Я выпиваю очень мало. С чего она решила, я вообще не знаю. По праздникам. Как и все. Вот у меня праздник не рождения. Пожалуйста, Новый год. Владимир, 41 год. Строитель-кровельщик. Достраивает собственный загородный коттедж и постоянно доводит до совершенства собственный автомобиль. Гордится тем, что стал восьмикратным чемпионом Тверской области по хоккею. Мечтает хотя бы раз побывать на море. Владимир брал в жены беспреданницу. Разводился с обладательницей большого количества имущества. Надеется, что Алина лишена корости. Ну и где же вы нашли свою беспреданницу? Ну нашел деревню Селища. Там Ликославского района. Вот это четкий ответ. Да? Она там жила. У меня у брата была там свадьба. Мы поехали туда на свадьбу к нему. Он там выбрал себе невесту из этой же деревни. И у нас не было свидетельницы. Интересно, он ей понравился с первого взгляда? Он такой более мочистый, чем я. Мы поехали по дороге искать свидетельницу в поселок ближайший Калашниково. У нас там много очень друзей. И по дороге шла девушка. Вот судьба. Мы попросили стать ее свидетельницей. И она не отказалась. Поначалу вы даже и внимания на нее особо не обратили. Не обращал внимания. Потому что разница в 10 лет. То есть вам она вообще показалась мелкой. Да, потом она начала после свадьбы справились. И свадьбы отыграли там все отлично. Стала приезжать, спроведывать. Ну и как бы так вот мы с ней и... Закрутилась. Закрутилась. Поженились. Сначала родился ребенок. Ребенку уже был год. Потом мы только поженились. Но я зарабатывал деньги там на свадьбу. Работал там в кашире. Ну, деньги надо было зарабатывать где-то. Приходилось работать. Даже и далеко от дома. Понятно. То есть бабушка ваша жила на широкую ногу. А вы, как говорите, были одни джинсы, да? Я думаю, что у нее характер рабочий. У нее напор рабочий. От нее видишь, волна идет. Она его просто задавит. И ей будет неинтересно. Ну, еще как бы хотелось и дом построить. Я же, вернее, скопили на дом. Купил дом. А потом, как в известной сказке Пушкина, да? Да. То есть ей все было мало-мало-мало. Вы работали, покупали, строили. Да. Она пальцы веером пушила. Да. Ну, она тоже работала, как бы. Ну, и требовала. Ну, она и воспитывала ребенка. То есть она одна там все подымала. Смотрите, то есть вы хорошо. В общем, о ней отзываетесь. Да. Ну, я на нее не в обиде. Редкий мужчина, который говорит, что он у она ребенка. Так положительно. Мы его выводим, выводим. А что же тогда стало причиной разрыва? Ну, во-первых, моя работа, что я постоянно был в командировках. Я строитель, кровельщик, плотник. Вы тоже не по бабам мотались на секундочку. Нет, конечно. И не по курортам, да. Мне кажется, внешне, как Лариса говорит, они монтируются. И он трудолюбивый парень, готовый вкалывать с утра до вечера. Волочка, как она оказалась в Питере-то? Ну, как бы сказала, что она поехала с подругами. Но потом ее же подруги мне сказали, что... Слили. Как бы, да. Что она ездила. Может, от зависти? Может быть. А вы не задавали ей вопрос? Ну, вопрос задавал, но честного ответа я, конечно, не получил. Это все на ее совести. Не били от древности? Я мужик, и такими я делами не занимаюсь. Она сейчас с этим мужчиной? Да, у них родился ребенок. Я... Ну, все-таки были подруги правы, не наговаривали. Ну, ты выйдешь, ты не забудь-то все рассказать. Хорошая себя. Не стесняйся. Ну, постараюсь. Я знаю, что она не препятствует никак вашим встречам с ребенком. Общайтесь сколько хотите. Ребенок постоянно у меня на всех каникулах. Сколько сейчас, девочки? Десять. Прекрасно. И девять лет, девочки. Замечательно. Вам нравится, Анна? Очень. А вы знаете, что вы как брат и сестра? Да. Вы очень похожи. И это первый хороший знак. Обычно говорят, крепкий враг. Да. Да. Одна парада. А вот вы дом там строите, достроили? Жить там можно? Жить можно, но еще не до конца я достроил. А где этот дом-то где? В Конаково. Скажите, это недалеко от Москвы. А давайте посмотрим. У нас видео есть. А вы могли бы уехать к мужу? Бросить в Москву. Правда? Да. Представляете, сдавать здесь, например, свою квартиру, никуда ее не девать. У вас девочка не успеет оглянуться, как вырастет. И жить у мужа в доме. Выдохнуть, Господи мой, отоспаться. Я мечтаю не в Москве жить. Она мечтает не в Москве жить. Возьмешь в Кавказскую. Дом-то есть. Вот это начало нашего любимого города. Знакомо. Вот это комсомольский сфер, памятник павшим в Великую Отечественную войну. Сейчас мы находимся на территории городского парка. На берегу Волги. Центр города. Тут у нас проходят все праздники, елки и торжества. Вот это бескрайние просторы нашей Волги, матушки. Вот она у нас какая красавица. Ну, Волга, да, согласна, нифигово. Зато в Кубани утонуть мало шансов. Отпустили девочку и плавает. Сидим на бережку и не нервничаем. Хорошие вы парни, хорошие. Рукастые, сразу видно. Строим, да. Строим, да. Даже запах. Сидите. Вкусно пахнет, я тоже хотел сказать. Да? Вот такой абсолютно мужской какой-то, ну, правдошний такой. Мы даже сказали, что мы загорелые, а мы только с крыши слезли. Вы, мои сладкие. Где вы уже успели загореть? А родители есть у вас? Да, у меня мама, очень отличный человек, всегда мне помогает. Они будут против, что... Без племени. Да, нет, конечно. А у меня все без рода без племени. Жених достаточно просто одеть, Станислав. Да, мог бы... Но это еще ни о чем не говорит. Но это... Получше одеться немножко. Главное, чтобы человек был хороший. У меня жена была тоже без рода без племени. Ее нашла... Ну, не нашла, как бы, приютила тетя Дуся с этой же деревни-селища. Таким людям надо памятники ставить. У нее своих было трое детей. АПЛОДИСМЕНТЫ Она ее приютила, воспитала вот до 18 лет, а 18 лет уже... По поводу памятники ставить, есть какая-то история связанная? Да, у меня дедушка прошел всю Великую Отечественную войну. С 41 по 45, танкист-наводчик. Прошел Курскую дугу, был ранен на Курской дуге в руку. А вот он, да? Да. Красавец. Красавец! Какие мужики! Боже мой! Царствие им небесное! Был три ранения за всю войну. Остался у него под сердцем осколок, как в обычной истории все говорят. Но я осколок в 74 года и его все-таки догнал. Но все равно в 74 года... В 74 года? Помните его лично? Охотник. Лично его помните? Запомнили? Да, он меня научил на охоту и всему и рыбалки, и кротов мы с ним ловили, кротоловки ставили в детстве. Да. Раньше этим деньги зарабатывали. Настоящий русский мужчина. Вот сюда не страшно, и бабушка у тебя будет, если сложится с мамочкой. Да? И сестра. Есть разница? И сестра будет. И сестренка будет, да. Будь у меня побольше времени, я бы рассказал о себе побольше. Я бы вот некоторые вот эти вот ракурсы нависли, я бы ее переубедил бы в обратном. А сюрприз есть? Да, я хотел бы в нашем доме, в нашей стене, повесить картину для начала. С нашей фотографией. Проходите. Дорогая, вот эта вот наша стена, я бы хотел повесить на нее нашу картину. Так, что надо делать? Ты меня повесишь на гвоздик? Мы сейчас попробуем прибить картину. Аня, говори, где дырку делать, а то сейчас повесят. Тут нормально? Ну где же нормально-то? Господи! Что где-то сбоку висит? Посередине надо. Да. Я просто смотрю на себя, такая красивая. Совсем в центре не надо, это будет просто пережиток брежневской эпохи, если она будет висеть прямо вот ровно. А куда уже ее вешать-то? Ну чуть повыше и вот так. Ага. Это тебя-то, который все поправляет, чтобы было ровненько идеально. Ну вот тут я вот чувствую, что все-таки картину нужно сдвинуть ближе к этой тумбочке беленькой. Ну вот, еще строители, не смог, картина нормально появилась. Очень хорошо. Вот так? Спасибо. 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 Шикарная, шикарная картина. Берите ее, возьмите с собой потом. А потом между вами еще повесим нашу сестренку в фотографии. Конечно же. Спасибо, парни. Проходите в комнату. Вам спасибо. Видите, она улыбается, значит, он ей понравился. Татьяна. Ну разница есть, да? Мы сейчас пока не сравниваем ни с кем. Я бы земля. Конечно. Вот пришли мужички. Что конкретно? Вот. Мне кажется, будет все. Мужская работа будет на нем. Что касаемо воспитания двух девчонок, я это больше чем уверена, он возьмет на себя. Я мечтаю. Он такая раскрепощенная. Да, да. Серьезная. И картина ей понравилась моя. Картина. Да и ты вроде понравился такой, неплохо так держался. А вы заметили, как у Анечки глаза смягчились? Размякли. Размякли. Да. Мне кажется, почему-то теплый он. Ну не знаю. Он просто мужчина. Я думаю, он тоже разный бывает, но он не обидит. Солдат ребенка не обидит. Точно совершенно. А как сказал? Далее. Я же мужчина. Понравился он мне очень. А тебе, Ульяна, понравился? Да. Да. Ну, первый тоже не хуже. Роза. Мне понравился Владимир. Единственное, что, ну не простоват ли. Понимаете, жизнь там тоже, ну тебе сейчас все хорошо. Настоящие мужчины, они все простые. Вот по себе, вот как знаю. Что тот и Роза говорила о том, что ему нужен простой мужчина, который отогреет. То ты сомневаешься, недостаточно ли он сложен. Уж далеко прямо. Конаково кажется. 100 километров. Боже мой. Мне кажется, у нас не та героиня, которая воспитывалась в Оксфорде. Да. И у которой есть лорды в родне. Поэтому по поводу простоты это не недостаток. Ты видишь нас вместе или нет? Я думаю, что ты очень ей подходишь. Как бы и она, ты ей приглянулся, и она не против как бы переехать из Москвы в любой другой регион. И дочке-то понравился тем более. Ну, во-первых, он гороскопически очень похож на Ульяну. Нет полного конкретного сходства. Но я бы сказала, что он в чем-то может напоминать родную кровь прежде всего Ули. Потому что тоже водный знак. И что самое смешное, луна в Деве. Это значит, что у них одни бытовые привычки. Вам будет легко как маме готовить. И супругу и дочери сразу. Им будет вкусно есть одно. Они способны одним образом проводить свой досуг и радоваться этому одному досугу. И мне кажется, что это тот случай, когда в отношениях стоило бы сделать шаг на сближение. Точно. Но у нас есть еще один жених. Проходите, знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Спасибо. Это вам. Спасибо. Меня зовут Станислав. Пойдемте знакомиться. Пойдемте. Станислав, 43 года. Владелец двух магазинов в Краснодарском крае. На досуге занимается строительством и ремонтом. Мечтает открыть автосервис. Предупреждает, что не готов менять место жительства и ходить в примаках. После свадьбы супруга честно призналась ему, что намерена вести двойную жизнь и сдержала свое обещание. Станислав надеется, что Анна – порядочная женщина. Вот цветы, смотри, какие нам принялась. Вот. Спасибо большое. У меня есть племянница, ей 7 лет. Она занимается в школе, ну, искусственно. Она готовила таких подарков. Смотри, какой серьезный. А я что, был не серьезный, что ли? Ты стоял вообще как школьник. Что за такое ужасное заявление было от вашей жены? Может быть, обидели ее чем-то? Может быть, вынудили выйти замуж за себя? Нет. Женились по любви. Ну, до свадьбы она себя вела прилично? Замечательно. А что потом произошло, когда вдруг она объявила? Буду, говорит, вести двойную жизнь. Даже в голове не помещается. Вот так свадьбу сыграли, стали жить вместе и начали такие заявления, как в маске человек был. Знаешь, как он простоватый? Как говорил коровец. Мне кажется, он скромный. Она сказала, вот есть одна жизнь, когда я с тобой в семье, а есть вторая моя личная, куда тебе нос совать. Где я по подругам, ну, по своим делам, в общем, так. Ну, это не называется двойная. И тебя это не должно волновать никак. Ну, хорошо, она же не сказала, я буду гулять с другими мужчинами. Она просто сказала, что у меня есть моя личная территория, куда, в общем-то, я ничего там не буду делать, совершать аморального, но я имею право встречаться с подругами, куда-то выходить. Может быть, вы извратили это понятие, не так услышали? Нет, при этом же заявлять, что я вот сейчас в 3 часа ночи позвоню и приеду здесь с цветами. Сто мужиков? Ну, не сто, там один какой-то, допустим. Скажите, это как нужно ее достать и чем обидеть, чтобы она сказала? Я своему тоже говорю, что я и в 70 лет одна не останусь, если захочу. Я и в 70 выйду замуж. Понимаете, но это после какой-то обиды очередной, да, когда собираешь чемодан? Нет, почему? А если у нее были свои планы на него, а что, хороший, он спокойный. А зачем тогда ей нужно говорить, придет любовь? Да потому что, видите, замуж надо выйти, детей родить в браке, а потом жить в свое удовольствие, тем более он не против. Она была молодежная. Она 7 лет младше. Нет, 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 вот можно я просто скажу, потому что Слава не скажет, он вообще ничего за себя хорошего не скажет. Он точно не гулял, он точно ее не обижал, там, в плане не поднимал руку, не оскорблял. А она ему говорит, Стасик, скажи мне что-нибудь хорошее. Он говорит, батарея. Нет. Ну как, мог бы, ну просто не гулял, я же не говорю, романтика. Гулял и не бил, это не достоинство. Это само собой разумеющиеся факты, потому что мужчину иного не рассматриваем просто. Да, ну а потом, если бесконечная кисляка, я же принес тебе аванс и получку, что тебе еще надо? Остальное время там телевизор или книжка. Лариса, если бы она сама была бы хозяйка хорошая, знаешь бы, тогда ладно, можно было бы все эти фантазировать. Я не нападаю на него, я просто хочу узнать. Хорошая даже бывшая жена дает видеться с ребенком, она даже не дает видеться, вот зараза. А чем же вы ее так достали, что она и ребенка вам сказала, что вы не увидите? Ну, я вообще вот этого всего и не понял. Всех ее вот этих выпадов, истерик. Ну, вы знаете, вот просто... Вы, я знаю, исправно ей посылаете ребенка. Если бы я ей плохо что-то делал, с нами жила теща. С тещей у нас были прекрасные отношения. Теща вот тайком от нее и водила ко мне ребенка. Ну, да, такой, честно, лопушок такой на вид. Ну, что? На вид лопушок, надо сказать. Это очень-то очень. Хотя коллега. Хотя строитель, так же, как и мы. У меня вопрос вот к жениху. Скажите, пожалуйста, а как вы проводили вообще свой досуг? Были ли у вас какие-то свои интересы совместные? Ну, изначально даже, когда вы встречались. Я вот не могу услышать, вот, ну, как вы себя на браке говорили. Я и есть буду за отдельным столом. В гости к друзьям ходили. На море мы съездили перед браком. Нет, после того, как ребенок родился. После того, как ребенок родился, мы уже не жили. Хорошо. Вы уже не жили после того, как родился ребенок? Ладно, все уже. Ну, можно, у нас вот, уж очень нашу невесту интересует, есть ли родственники. Мама там, папа есть? Конечно, и мама, и папа есть, и сестра родная. А давайте посмотрим, у нас видео есть. Каждый вечер, по-чему, смотрю ваши передачи. С огромным уложением к вам отношусь. Отправляю вам сына в надежде, что поможете создать ему сильный, найти ему вторую половинку. Ну, он у нас добрый, хороший, и к девушке хочу обратиться. Пусть не боится ехать в провинцию. Она будет замужем, а не просто выйти. Он умеет все, и поможет, и поймет, и добрый. Ну, так сложилась судьба, что люди будут приходиться искать еще чего-то. Не бойтесь, семья у нас неплохая. Я думаю, что очень надеюсь на газ, роза и ловица, что мы поможем. Ну, ладно, будем думать, что не пришелся ко двору. Ну, просто люди бывают с разными характерами, с разными интересами. Ну, понятно, как называется, мы с странно встретились и с странно разойдемся. Она его держала, чтобы он не ушел из кадра, мне кажется. Ну, вот такие бывают мужчины. Им лучше работу свою хорошо сделать. А он, кстати, владелец двух магазинов. Знаете, ты как на работе на это, так наговоришься. А ты сама, знаешь, как помолчать бы дома хочется. То, что ты языком чешешь. Ну, с другой стороны, да, не будет обижать ребенка, не будет обижать вас. Ну, они чем-то похожи, на мой взгляд. Вот Владимир и Станислав, кажется, да? Чем-то похожи. Это второй, который был Владимир. Да, одного типа жар. Есть какая-то история, связанная с подвигами героическими? Может быть, просто с родственниками, которые воевали в Великую Отечественную? Есть чего? Да, дедушки по маминой линии у нас воевали. И казаки, и воевали. Сейчас покажем. Ух ты, красавец. Справа? Это вот Василий. Это прадед. 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 Она коснулась все семьи. Вот у меня дед воевал. Нашего огромного бывшего Советского Союза. У вас еще есть сюрприз, я знаю какой-то. У меня нужна невеста и Ульяна. Ульяша. Начнем с себя. Самая маленькая, нетерпеливая. Это вот тебе. Племянница моя сделала своими руками. И мелочевочка. Спасибо. Аня, это тебе вот вещи. Я плясать, танцевать не умею. Вот выбери из этих вещей, что тебе нравится. Можешь даже сейчас примерить. В тупле вон это, а то она стоит в тупле. А если она все захочет, это типичное женское желание. Все пусть забирает. Я имею в виду примерить что-то одно может. Сейчас вот. Бордом это. Нет, пусть сама выберет, какой хочет. А Бордом вот это. Да, это красиво. Мне тоже с огурчиками нравится. Жизнь помогает. Давай. Ты садись, а ты туда давай. Рост, только быстро, ладно? Да, да, да. И благодарны за занятия женщине. Дарить украшения, одежду, косметику и так далее. Главное, он ребенка... Что, самый правильный ход. Сколько подарков подарил. Через ребенка найди подход. Клевому маме. Он всем уделил внимание. Молодец. Спасибо. Прекрасно. Просто красавица. Честно, красавица. Проходите к нам. Спасибо вам, друзья мои. Вы проходите в свою комнату, мы вас будем обсуждать. Оказывается, у нее, во-первых, платье зашито было. Вот тут вот. Да еще и без кантин на веревке. Во! Все прячу, все сшиваю, все зашиваю. Теперь свое будет. Ну, как невеста. Да вообще, в этом платье еще лучше стало. Прям девочка такая. Она входит даже симпатичнее, чем на виду. Мне очень понравился Станислав. Но в связи с вами я хочу сказать такую вещь. Значит, по поводу людей, которые из станицы и так далее. Все не так благостно. Вкусно. Помидоры, огурцы. Это все. Но у сестер, у заловок будут руки в боки. И будет к вам много претензий. Не придетесь ко двору. Они не сдержанные на слово и так далее. Там нужно... А огрызаться вам уже хватило до 36 лет с детства. Вот так. Вы не будете отстаивать свою территорию. Вы уже устали. А там нужно будет за это дело биться. И что, как? Тем более там... Она такая, что за себя постоит. Да там никто нападать не будет. Кто будет нападать? Ну, кто будет нападать? Слав, ну кто? И соседей мало ли вдруг. Зачем вам это нужно? Может быть, он имеет свое слово? Вы же убедились сейчас. Конечно, имеет. Ну, это здесь, может быть. А там он казак настоящий. А бабы-казачки сломают и не таких. Вы не знаете, а я знаю. Я с ними жила с такими. Не, ну они однозначно друг другу не подходят. Это я тебе сто процентов говорю. Я тоже так думаю. И она, мне кажется, на него не позарится. Думайте. Девчонки, посовещайтесь. Скоро уже выбирать. Завер. Второй. Второго. Потом дом достроите. Денег накопите и... Ну, это я готова, конечно. Квартиру пошире возьмете. А ты какого? Там же сестренка. Да. Да, подруги. Девчонки, плечи, чистый такой. Ну, а второй, второй. Возьмете? Вот так вот. А если возьмет, если там же на село поедет, пойдет какая-нибудь по дороге, он на это... Да ладно тебе. Вешал так быстро, раз, хоп. Ты видел свое зеркало? Нет. Уже не пойдет. Так это на свадьбе... Так он на свадьбе это сделал. Он тогда женат-то не был. А сейчас пожениться на тебе никак... Ни на кого уж не смотреть-то не будет. Только в твою сторону. Да нет, мне кажется, у вас будет... Вась, если поговорится, у вас больше интересов, больше общего. Я сейчас еще определюсь. Садитесь. Ладно. Ты, ты сама. Как у тебя вот это... Ну, что, девчонки? Я? Второго. Владимира, да? Да. А подарочкам-то обрадовалась дядя Станислава. Ну, да. Ах, какая ты хитрушка. Хитрюшка. Какая есть. Татьяна. Конечно, растрогало меня то, что третий жених сделал акцент именно на вещи. Знал, чем взять Анну. Вот. Но вижу вообще, в принципе, я второго. Нам понравилась невеста. Минга. Красивая женщина. Мне понравился и Владимир, и Станислав. То есть, если бы не было Владимира, был бы кто-то другой, я была бы за Станислава. Просто Владимир, видите, портит картинку нам в своем присутствии таким. Хотел бы, чтобы выбрала тебя? Ну, думаю, да. Ну, то есть, у тебя есть на нее взгляды? Взгляды есть. В общем, я мучаюсь. Владимир, Станислав, девчонки помогут. А я считаю, что сытый голодного не разумеет. Вы сейчас голодные. Это правда. Понимаете, пока вы... Знаете, чтобы жизни наесться, чтобы жизнь свою положить, я это проходила. Я 30 лет к этому шла. Вот с такими малыми. И своим детям не желаю, и вам не желаю. Поэтому живите и идите к Станиславу, если вы хотите хоть немножко в себя прийти, а не выглядеть, кстати, я не знаю, к 45 годам, как выжатый лимон лет на 80. Ну, слушайте, Роза, она проходила просто. Мне кажется, ей очень уже хочется. Она очень устала от этих своих трех работ, от этого бегания по кружкам. Она устала, ей хочется. Она с удовольствием пойдет туда, где будет опора, где будет поддержка. Я считаю, что Станислав с вот этим простым бытом и укладом мог бы вам подойти. Но гороскопически я вижу сходство Ульяны именно с Владимиром, и поэтому я за Владимира. Ваш гороскоп мы оценить не можем, но хотя бы можем понимать, что с дочкой есть какое-то сродство, и что будет чуть-чуть похоже на свою кровь. Сами решайте. Мы вас в любом случае поддержим. Сердце вас не обманет, я уверена. Проходите. А сколько у нас таких богатых? Знаешь, что-то потом, когда нам приходили, говорили, ни черта у нас теперь и нету. Потому что мужчины что хотят, чтобы их любили? Так мы готовы, да? Знаешь, за бесплатно никто любить не хочет. Я приглашаю всех выйти и поддержать Анну. Привет. Очень прекрасно. Я очень рад, что вы выбрали меня. Я рада. Будем строить дом? Будем. Такая вот замечательная у нас пара. Анна и Владимир. Если вы одиноки или вам понравился какой-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, мои девочки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...